Как извлекать данные дополнительные? Для обработки текстовой информации полезно пользоваться регулярными выражениями. Регулярные выражения — это достаточно простая штука, но при этом достаточно сложная, потому что в ней легко ошибиться. Поэтому обычно говорят, что если вы пользуетесь регулярными выражениями, у вас уже сразу две проблемы. Рассказывать особо про регулярные выражения я не буду. Я оставил вам несколько ссылок. Если хотите, почитайте. Есть хороший туториал на TipRoger, есть хороший туториал на Hub, но он прям очень продвинутый и прям по питону. Поэтому в целом может быть полезен. Ну и всегда есть документация в стандартной библиотеке, к которой можно обратиться и воспользоваться ей. Есть еще специальный отладчик — DebugX. В DebugX вы можете вводить свое регулярное выражение, и нужно указать, что вы используете язык питон. А дальше он вам покажет разбор вашего регулярного выражения, и можно подставить в него некоторую тестовую строку. Давайте откроем. Вот здесь у вас вы указываете, какой язык вы хотите использовать. Дальше указываете какое-нибудь регулярное выражение, и он вам рисует сверху ваш разбор. Снизу можно подставить какую-нибудь строку, чтобы посмотреть, как работает ваше регулярное выражение. Регулярки есть встроены в питоне, и для этого нужно импортировать модуль R. Это, собственно, все, что хочется вам рассказать про регулярки, потому что рассказывать регулярки — это очень неблагодарное дело. Поэтому я ставлю на вашей совести, что вы сами с ними справитесь. Поедем дальше. Теперь к структуре урлов. В урлах можно выделить несколько составляющих. Первая часть — это протокол. Стандартный протокол HTTP или HTTPS. Может встречаться какой-нибудь другой протокол, FTP, например. Дальше у вас идет домен. Через двоеточие указывается порт, к которому вы обращаетесь. Порт может отсутствовать, тогда вы обращаетесь к порту по умолчанию. Дальше у вас идет путь до того файла, к которому вы обращаетесь. После пути идут параметры. Можно указать параметры, с которыми вы обращаетесь к сайту. Об использовании параметров мы с вами поговорим чуть-чуть попозже. И есть еще такая штука — якорь. Якорь никак не учитывается, когда вы посылаете запрос на сайт. Он учитывается только браузером. Якорь просто перемещает ваш браузер на нужную позицию в страничке. Например, здесь. Давайте пролистаем вниз. Если я нажму на этот значок, то я автоматически перейду на вот эту часть лекции. И посмотрим сверху, что у нас происходит в урле. Я боюсь, вам ничего не видно, но вы можете повторить это у себя. Вы видите решетку, и дальше идет некоторый текст. Вот эта штука и называется якорем. Еще разок. Когда вы отправляете get-запрос или вообще обращаетесь к сайту, эта штука вообще никак не учитывается. Эта штука нужна только для браузера, чтобы переместить вас на нужную позицию в страничке. В питоне есть свой модуль, который позволяет работать с урлами. Это модуль URL-лип. Давайте распарсим URL, который у нас был в примере. Он нам возвращает некоторый объект parseResult, из которого вы можете получить все составляющие, о которых мы говорили. В частности, можно получить путь, можно получить параметры, к которым вы обращаетесь к URL-у, ну и другие параметры части URL-а. Можно получить параметры в виде словарика. С структурой URL-а должно быть все просто, должно быть все понятно, поэтому давайте пойдем дальше. Дальше обзорную часть продолжим. С сайтом мы общаемся посредством HTTP-запросов. Мы посылаем HTTP-запрос на сайт, от него получаем некоторый ответ. Существует 4 группы HTTP-запросов. Есть запрос get, когда вы хотите от сайта получить какую-то информацию. Есть запрос put, когда вы хотите обновить какую-то информацию. Есть запрос delete, когда вы хотите сообщить сайту, серверу, что вы хотите удалить какую-то информацию. И есть запрос post, когда вы хотите загрузить какую-то информацию на сервер. Например, вы хотите загрузить картинку, для этого используется запрос post. От сервера мы получаем ответы. Ответы имеют свой код. Все коды делятся условно на 5 групп. Первая группа — это информационные. Коды имеют 300 значения. И, соответственно, коды, начинающиеся с единички, — это информационные коды. Коды, начинающиеся с 200 сообщают вам об успехе. Коды, начинающиеся с 300, — это информирует вас о том, что сервер вас перебросил на какое-то другое место. 400, если у вас произошла какая-то ошибка, например, вы обратились к страничке, которая не существует, получили ошибку 404. И 500 ошибка, когда сообщают вам об ошибке сервера. Обычно это означает, что сервер просто не работает. Я оставил две ссылки с более подробным описанием гет-запросов и ответов сервера. Если хотите, можете посмотреть. Запоминать их не имеет никакого смысла. Достаточно помнить только, какие группы существуют. Постепенно давайте перейдем к работе с API. И один из самых распространенных форматов работы с API-сервисов — это формат JSON. Работать с API всегда приятно, потому что в большинстве случаев у вас есть документация к API-сервису. И вы просто посылаете некоторый запрос, получаете некоторый ответ, который вам легко распарсить, потому что он приходит вам в некотором известном формате. Например, в формате JSON или в формате XML. Формат XML мы не будем рассматривать, потому что он похож на формат HTML. Об HTML мы сегодня поговорим достаточно подробно. Есть специальная библиотечка Requests, которая позволяет достаточно добрым способом создавать вам, посылать запросы на сервер. Для работы с форматом JSON есть встроенный модуль в Python JSON. Мне понадобится токен для работы с API. Я буду показывать все на примере Spotify. Чтобы получить токен, обычно вам нужно авторизироваться на сайте API. Сайт API вам предоставляет токен, с которым вы будете к нему обращаться. Токены лучше не палить, конечно, но у Spotify токен умирает достаточно быстро, поэтому ничего страшного особо не произойдет. Сохранил токен. Дальше с ним буду работать. К API сервиса всегда есть, в большинстве случаев есть хорошая документация. Я буду обращаться к Spotify с методом для получения информации о музыкальном треке. Здесь есть документация. Собственно, в документации можно понять, как нужно обращаться к API. Здесь мне сказано, что мне нужно отправить свой ключ авторизации в заголовки. Указано, по какому пути я должен обращаться. Должен передать в пути ID того музыкального трека, к которому я хочу перейти. И указываются, какие параметры запроса мне нужно передать. В частности, я могу передать параметр market, в котором указать тот рынок, с которым я хочу работать. Ну и классически предоставляется формат ответа. В формате ответа вы можете посмотреть, что вам, соответственно, придет на выход, какие поля из него можно получить. Здесь мне будет возвращаться объект track object в формате JSON. И здесь внутри документации указано, по каким полям я могу получить какую информацию. В хорошей документации, как у Spotify, есть пример того, как можно послать запрос на каком-то конкретном примере. Вот здесь можно послать запрос с некоторым ID-шником и получить некоторый ответ. Давайте проделаем все то же самое руками. Я написал для себя простенький класс. В этом классе я буду обращаться к API Spotify для получения информации о треке. Сначала я зачитываю свой ключик, а в классе я этот ключик сохраняю в методе init и в методе getTrackInfo, соответственно, осуществляю запрос get. Указываю тот URL, к которому мне нужно обратиться, указываю параметры, с которыми мне нужно обратиться, и указываю заголовок, с которым мне нужно обратиться. Spotify предоставляет закрытый API, чтобы получить к нему доступ, нужно авторизоваться и иметь аккаунт. У меня на Spotify для разработчиков есть аккаунт, поэтому я могу получить себе токен. Вы можете зарегистрироваться и получить токен, но как бы просто пробный получить не можете. Создаем класс для API Spotify и осуществляем запрос. Можно посмотреть, с каким кодом ответа нам пришел ответ с API. А куда вы взяли аргументы на этот вопрос? Я их передал в Params. Я нашел на Spotify один из вариантов. Можно было бы использовать какой-нибудь другой метод у API. Например, получить треки у конкретного исполнителя или по конкретному жанру и оттуда дальше это использовать. Ну, то есть извлечь айдишник трека и подставить. Я взял один из тех, что мне предложил Spotify вот в этом демонстрационном варианте. Давайте вот здесь он подставляет, периодически он их генерирует какие-то случайные. Вот я взял один из тех, который мне понравился. Отправляем запрос и видим, что нам пришел ответ с кодом 200, значит, все окей. Можно посмотреть заголовки, с которыми нам пришел ответ. Видим информацию о заголовках, которые нам пришли. Видим, что ответ нам пришел в формате JSON. У результата, который нам обернула библиотечка requests, можно обратиться непосредственно к данным, которые нам пришли. Если данные в текстовом формате, то можно обратиться к атрибуту text. Обращаюсь к атрибуту text и получаю здесь JSON в текстовом формате. Но в таком формате работать вообще неудобно, поэтому доверивайте его с конвертируем в словарик. Сделать это можно двумя способами. Например, с помощью модуля JSON. Обращайтесь к методу loads и указывайте строку, которую хотите распарсить. На выходе получаете словарик. Не обязательно использовать библиотеку JSON, модуль JSON. Можно обратиться к атрибуту, к методу JSON, который вернет вам тот же самый словарик. Да. Протокол HTPP. Продолжим. Давайте извлечем некоторые поля из JSON, просто для визуализации, чтобы не работать с огромным JSON, который мы получили от API из Spotify. Извлечем некоторые поля. И здесь я получил информацию об артисте, какой трек, его длительность, ссылку на трек, идентификатор и ссылку на сэмпл из трека. В общем случае, вы получаете от API какие-то данные. Эти данные не обязательно могут быть в текстовом формате. И вообще, когда вы обращаетесь к какому-то сервису, эти данные не обязательно приходят вам в текстовом формате. Например, вы хотите скачать картинку, и картинку, ну, в общем случае, нельзя представить в текстовом формате, и вам вернется она в каком-то бинарном формате. Чтобы обратиться к данным в бинарном формате, следует обращаться к атрибуту content, к атрибуту того объекта, который вернула вам библиотечка requests. Здесь я хочу скачать превью и сохранить его в этот файлик. Да. Нет, это вам возвращается объект из библиотечки requests. Он имеет общую структуру, к какому бы сайту или API вы не обращались. То есть headers есть у любого ответа. Spotify использует вот этот request? Да. Смотрите, вы посылаете просто get-запрос. Библиотечка requests — это один из способов, как можно его послать. Есть другие библиотечки, в том числе встроенные модули в питоне, с которыми можно послать HTTP-запрос. Просто библиотечка requests предоставляет, ну, делает это достаточно удобным способом и возвращает вам некоторый объект, в который упакован ответ от сервера. Просто он упакован, ну, типа, в свой формат. По атрибутам этого объекта можно получить какие-то конкретные данные из ответа, в том числе из заголовок и само тело ответа. Ну, понятно, просто мы явно не вызывали нигде рекордs на этот объект. Ну, смотрите, мы явно вызывали метод get вот здесь, и вот здесь явно отправляли get-запрос. Ну, а R в итоге мы присваивали, а то есть Spotify get-запрос. Еще раз. Ну, R нам, но Spotify get-запрос. Смотрите, R — это объект, который нам вернулся от библиотечки requests. Я думал, это какая-то странная. Spotify — это мой класс. Он работает с результатом библиотечки requests. Если вы хотите обратиться к данным в бинарном формате, то вам нужно обратиться к атрибуту content, тогда вы получаете данный в бинарном формате. Я хочу, например, скачать превью трека. Я посылаю get-запрос на вот этот URL, и полученный ответ сохраняю себе в файлик. В Юпитере есть встроенные модули, которые позволяют делать что-то такое, например, вызвать специальный виджет, с помощью которого можно проиграть трек. Я проигрывать не буду, но просто имейте в виду, что такая возможность есть. Библиотек... модуль JSON позволяет вам не только распарсить строку в формате JSON, но и сериализовать словарик в формате JSON. Для этого вам нужно использовать функцию dumps. Вы передаете в нее словарик, который хотите сериализовать, ну и еще какие-то дополнительные параметры. Здесь я передаю параметр separators, который позволяет мне компактно сериализовать в JSON. это означает, что не оставлять никаких лишних пробелов. Давайте сравним для наглядности без этих аргументов. И видим, что вот здесь появляются такие пробелы, которые делают текст более читабельным. Но даже вот такой формат, который у нас был с пробелами, он кажется в целом не очень удобный. Гораздо удобнее тот формат, в котором нам пришел ответ, то есть в какой-то такой древовидной структуре. Можно сериализовать в таком pretty-формате. Для этого вам нужно указать атрибуты ident, которые вам будет говорить, сколько вам пробелов нужно использовать для отступов в дереве. Ну и можно передать атрибут sort-kiss, выставить его в true, чтобы у вас ключи внутри словарика, внутри JSON были отсортированы. Сериализуем, и гораздо более приятный результат, легче его читать. Сериализовать можно не только в строку, но и в файлик. Для этого нужно вызвать метод, функцию dump, передаете словарик и указываете файл объект, в который вы хотите сериализовать. Давайте выведем, убедимся, что сохранили результат файлик. Соответственно, можно сериализовать, наоборот, распарсить содержимое файлика. Для этого вам нужно использовать функцию load без s. Сверху мы используем функцию loads, соответственно, без s. Вам нужно передать туда файловый объект, который считает из файлика содержимое и сам распарсит. Часто, когда вы работаете в консоли, вы не хотите писать никаких дополнительных скриптов, которые вам будут печатать JSON в приятном формате. Python позволяет это делать. Сделать это можно с помощью следующей команды, указав модуль, который вы хотите использовать для того, чтобы распарсить файлик JSON. Я вывожу содержимое файлика и распарсиваю его с помощью модуля JSON-Tool. И в консольке вижу сразу у себя красивенький результат. Это может быть полезно в тех случаях, когда вы работаете, например, в баше, и вам не хотите писать какие-то дополнительные скрипты, просто вот так написали и погнали дальше работать. Многие модули в Python поддерживают такой синтаксис, в частности, модуль Gzip, который позволяет вам архивировать в Gzip формат и разархивировать файлы. Поставить восклицательный знак спереди, либо сделать вот так и сообщить, что дальше все тело у меня будет выполняться как баш-скрипт. Ну, и про то, что я уже рассказывал, можно открыть файлик и распарсить содержимое файлика. Для этого нужно использовать функцию load вместо loads. Собственно, это все, что хотелось вам рассказать по модулю JSON, по формату этому. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то давайте поедем дальше. Окей, если вопросов нет, тогда поедем. В общем случае, процесс обкачки достаточно медленный, и мы хотели бы его как-то ускорить. Ускорить его можно с помощью параллелизации. Параллелизация есть с помощью… Ее можно реализовать на основе процессов, можно на основе потоков. вопрос. Кто-нибудь знает, чем потоки отличаются от процессов? Алексей, вы точно знаете. Расскажите всем. Они относятся к одному… Один процесс может порождать несколько фактов. Да. Ну, к одному интересному расстану. А, кроме параллелизации, можно было бы… Да. На нейспейс. Да. Соответственно, у процессов эти пространства разные. Помимо этого, существует два способа параллелизации. Для всех. Что? Для всех. Озвучу для всех ответ на этот вопрос. Процессы используют свое конкретное адресное пространство, в которое никто другой залезть не может. В этом адресном пространстве хранятся данные процесса и, соответственно, исполняемый код. Потоки — это сущности, которые порождаются внутри процесса. Соответственно, у них общее адресное пространство, потому что они работают внутри процессов. Вот такая основная разница между процессами и потоками. Есть два способа параллелизации. Есть… Первый способ — это честная параллелизация, когда у вас, допустим, есть два процессора, и каждый процессор может независимо выполнять на себе какие-то команды. И второй способ — это так называемый concurrent, эмуляция параллельного выполнения. У вас на самом деле есть только один объект, который может выполнять какую-то деятельность, но он просто быстро переключается, и вам кажется, что у вас программа работает параллельно. В давние времена, когда компьютеры были только… Процессоры, когда были только одноядерными, соответственно, они за раз могли выполнять только какую-то одну команду. Но уже к тому времени появились многозадачные операционные системы, когда вы могли открыть блокнотик, в блокнотике что-то писать, потом переключиться в браузер, в браузере что-то поделать, параллельно слушать музыку, и параллельно операционная система запускала еще какие-то свои процессы для управления ресурсами. Соответственно, этот вид параллелизации достигался тем, что операционная система просто очень быстро переключается между процессами, и вы просто не замечаете этого переключения, и вам кажется, что все работает параллельно. Хотя на самом деле все работает последовательно. Собственно, к чему мы все это рассказываем? К тому, что в питоне с параллелизацией есть проблемы, в частности, с параллелизацией потоков. Есть специальный блокировщик, который не позволяет вам в одном потоке выполнять блок питоновского кода. Любой блок питоновского кода у вас всегда выполняется только одним потоком. Поэтому самый простой способ запараллелить в питоне что-то — это использовать процесс. Если вы хотите запараллелить с помощью тредов, для этого вам нужно что-то придумывать. В общем случае, например, использовать библиотеку async, которая с третьего питона является встроенной. С помощью этой библиотеки можно писать асинхронный код, который позволяет вам в одном треде выполнять несколько участков, несколько блоков питоновского кода. О библиотеке async мы не будем особо разговаривать, просто упомянем о том, что она существует. Поговорим о простых вариантах. Есть библиотечка TKDM, которая позволяет визуализировать процесс выполнения. Очень полезная библиотечка, всем советую, чтобы мониторить состояние вашей программы. В этом примере я хочу обкачать несколько постов хабра, и давайте посмотрим, сколько это будет выполняться. Все, конечно же, сейчас это запустят, и это будет работать очень медленно. Возможно, даже что-то отвалится, потому что на хабр как-то с одного IP-адреса обрушится слишком много запросов. Мы долго, наверное, ждать не будем, просто поглядим на оценочное время в 2 минуты. Я остановлюсь, чтобы больше не ждать. В питоне есть специальный модуль, мультипроцессинг, который поддерживает параллелизацию с помощью процессов и с помощью тредов. Соответственно, чтобы использовать процессы, нужно импортировать объект пул, который создаст вам пул процессов. Вы указываете, сколько процессов вы хотите использовать, и с помощью, например, функции map обрабатываете функцию на 10 процессах. Давайте импортируем и запустим. Должно работать чуть-чуть побыстрее, но я уверен, что все все запустили вместе со мной, поэтому, возможно, будет работать не так быстро, как ожидается. Я сталкивался только для визуализации. А вы знаете примеры, как еще используется? Ну вот я ее только использовал для того, чтобы с помощью статус-баров мониторить состояние выполнения блоков своей программы. Ну и, соответственно, видим, что выполнить за 13 секунд это явно быстрее, чем ожидаемое время, которое мне здесь написали, всего 3 минуты. Ну и, соответственно, все то же самое можно сделать с помощью тредов. Допустим, с помощью тредов. И подождем немного. Видим, что отработало за 7 секунд даже чуть-чуть быстрее. Но это как бы никак не связано с тем, что вы запускаете на тредах и на процессах. Это скорее такая, чисто случайность. Понятно, как быстро парализировать свои программы? Окей. Если понятно, то давайте пойдем дальше. К более... Да. Еще раз прояснить, как делать. Парализация существует двух типов. С помощью процессов и с помощью потоков. Чтобы парализировать с помощью процессов, вы используете объект пул из модуля мультипроцессинг. Интерфейс следующий. Вы создаете объект пул, в котором указываете, сколько процессов вы хотите использовать. Это можно делать с помощью менеджера контекста. Напомню, что менеджер контекста работает для тех объектов, у которых есть реализованы два метода. Enter и Close. Соответственно, можно все то же самое делать руками. Ну, то есть не вызывать Enter, а в конце, после того, как его пользовалось, вызвать метод Close. У объекта пул есть несколько методов. В частности, есть метод Map, в который вы передаете функцию, которую вы хотите исполнить параллельно. А дальше какие аргументы должны передаваться в эту функцию? Вот такой интерфейс. Есть еще какие-то другие функции, но я, честно говоря, не очень помню, какие. И можете сами посмотреть документацию, посмотреть, в чем отличие их от Map. Есть такой же интерфейс для потоков. Для этого вам нужно импортировать класс Pool из модуля муниципроцессинг-дами. У него тот же самый интерфейс. Вы указываете, сколько потоков вы хотите одновременно запускать и в полученном объекте опять используйте функцию Map. Говорите, какую функцию вы хотите исполнить и на каких объектах, на каких аргументах вы хотите ее выполнить. Функция Join просто говорит вам о том, что здесь нужно подождать выполнения всех процессов, когда они закончатся. Ну, либо процессов, либо поток. Дождаться окончания выполнения всех процессов, всех потоков. А если я хочу, данные вы хотите очень быстро выбирать и стал процессор? Лучше, конечно же, не делать, потому что ваш процессор будет больше тратить время на, ну, если он один, то он будет тратить больше времени на переключение между процессами. При каком числе процессов я быстрее всего? Можно сделать это эмпирически. Типа взять сначала два процесса, потом три, построить графичек и найти оптимул. Треды в этом смысле лучше. Тредов можно создавать гораздо больше, чем процессов, без ущерба к производительности. Но, как бы, если вы создадите, допустим, миллиард тредов, то у вас будут проблемы. Но вот создать, например, тысячу тредов, которые будут одновременно что-то обрабатывать, это, кажется, нормальная история. Вот тысяча процессов, это вот совсем плохая история. Типа, обычно больше десяти, наверное, использовать не стоит. Можно я не буду запускать? Пожалуйста. Спарализация все понятно? То есть у нас в ТВР-фоле в ТВР-фоле в ТВР-фоле да? Да. Да. В ТВР-фоле самим вам делать это не нужно. Как бы, существуют способы, как можно создавать треды, я вам показал самый простой. получатся результаты от выполнения всех функций. Кажется, они должны быть отсортированы для вызова функции map. Для вызова функции async map кажется нет. То есть результаты могут быть перемешаны. Давайте вот выведем просто результаты того, что мне вернуло функции. Вон там пошли пятисотки, 404, еще что-то. Поэтому всегда полезно проверять, что вам возвращает ваша функция. Давайте пойдем дальше к парсингу HTML страничек. Тут нужно понимать вообще, как устроен HTML. HTML — это формат файла, который имеет древовидную структуру. Каждый узел в HTML — это некоторый тег. Теги бывают открывающие, бывают закрывающие. Между тегами у вас может находиться какое-то содержимое, может находиться какой-нибудь другой тег или множество каких-то других тегов. у тегов есть атрибуты. К этим атрибутам тоже в общем случае можно обращаться. Собственно, все, что вам нужно знать о том, как устроен HTML, можно посмотреть, например, здесь в браузере. Для этого вы щелкните правую кнопку мыши, выбираете либо просмотр код страницы, либо просмотреть код. Давайте посмотрим просто код странички и фотоформат HTML для тех, кто не знает, как он выглядит. Давайте закроем эту страничку и пойдем дальше. Дальше у вас будет курс по инфопоиску, файлики robots.txt вам еще расскажут, но я решил забежать немного вперед и рассказать тоже, зачем он вообще нужен. robots.txt нужен в первую очередь для ваших алгоритмов, которые обкачивают сайты, для ваших роботов, для краулеров. Соответственно, в файлике robots.txt указываются, какие пути сайт вам разрешает обкачивать, а какие не разрешает. Поэтому в идеале, когда вы производите обкачку сайта, нужно быть джентльменом и следовать правилам, указанным в robots.txt. Это не всегда возможно, но стоит придерживаться того, что написано в robots.txt. Помимо того, какие пути указаны, каким пути можно у сайта обкачивать, указываются, как часто можно обкачивать сайт. Обычно сайт это указывает для того, чтобы нагрузка не была для него пиковой, и он не упал. поэтому тоже стоит быть джентльменом и не превышать тот порог, который указан в файлике robots.txt, не обкачивать его большим количеством запросов, чем там указан. Соответственно, для написания своих файликов robots.txt можно использовать разные валидаторы, можно посмотреть, какие правила уже есть у сайта, которые вы обкачиваете. Файлик robots.txt обычно хранится в корне сайта, с которым вы работаете. Теперь к парсингу HTML-страничек. Я буду показывать на примере кинопоиска. Так как мы все будем делать это вместе, то существует ненулевая вероятность того, что кинопоиск нас забанят, но я это предусмотрел и сохранил некоторые странички себе на диск, они у вас тоже есть, если что, вы сможете все повторить. Соответственно, что отсюда мы хотим получить? Мы хотим получить, наверное, заголовок, название фильма и название на английском языке, вернее, на языке оригинала. Хотим получить, в каких странах снимался фильм, хотим получить описание фильма, хотим получить рейтинг фильма, ну и возможно что-то еще. Что для этого нужно делать? Нужно понять, во-первых, где у вас расположен тот или иной объект. Как понять, где он расположен в HTML? В браузере щелкайте и просматривайте код, где он находится. Обычно, когда вы кликаете по какому-то конкретному объекту, он у вас сразу открывается. И здесь у меня, к сожалению, не помещается нормально все, но зато всем все видно. Видим, что заголовок у нас находится, название фильма у нас находится в теге span с атрибутом класс, который содержит следующие поля. Между тегами открывающим и закрывающим у нас указано название фильма. Соответственно, то же самое можно проделать для всего остального. Например, для стран, где был снят фильм. Здесь мы видим, что есть тег div с атрибутом класс, значение которому равны movieflags и movieinto infoflags. Внутри есть еще три элемента, которые соответствуют каждому флагу. Внутри этих тегов есть еще что-то еще. В частности, страну можно получить, обращившись к атрибуту title. Как парсить странички? В питоне есть свой специальный класс HTML парсер. Я не очень, не буду особо рассказывать, как он устроен и как работает этот код. Если вы хотите, сами потом разберетесь. Расскажу идею, как работает. HTML парсер просто зачитывает всю страничку HTML как дерево и применяет некоторые хендлеры. То есть некоторые выполняют некоторые действия, например, когда он встретил открывающий тег или когда встретил закрывающий тег или вы можете в нем определить то действие, которое вы хотите сделать, например, когда вы считали некоторый тег. Здесь я буду перекрывать некоторые методы, например, метод handle start tag, который на вход принимает тег, который был встречен и атрибуты, которые встретились в теге. Соответственно, внутри будет переменная статус, которая мне будет говорить, в каком месте я нахожусь. Есть метод handle data, в котором реализовал ту логику, которая отвечает за то, как мне нужно обработать данные, которые находятся внутри, между тегами. Ну, еще я перекрыл метод close, который просто очищает информацию о ту, которую я скачал. только здесь должно быть, конечно же, не self, а супер. Какие есть еще методы, всегда можно посмотреть в документации. Этот метод парсинга страничек с помощью HTML парсер, один из наиболее быстрых, если, но он как бы сложный. Видите, сколько кода пришлось написать, и вообще неинтуитивно понятно, что тут происходит. Давайте вызовем и распарсим страничку. Получили рейтинг, получили время фильма, получили страны, где бы он был снят, и описание. Соответственно, то же самое можно сделать для второго фильма, для Интерстеллара. Давайте вернемся к фильму про Гарри Поттера. какие здесь есть проблемы. Описание у меня состоит из двух абзацев, и тем алгоритмом, который я написал, у меня получилось получить только первый абзац. Это связано с тем, что перенос между абзацами это тоже некоторый тег. Можно посмотреть, что это за тег. Это тег bear. Чтобы получить второй абзац, этот тег тоже надо было бы как-то обрабатывать, но в целом мне стало лень, поэтому я не стал этого делать. Понятно, как работает HTML парсер в целом, в чем его концепция. Вы ставите хендлеры на ваши теги, говорите, что вам нужно сделать, когда вы встретили тег, открывающий тег, что вам нужно сделать, когда вы встретили закрывающий тег, какую операцию нужно применить, когда вы находитесь между открывающим и закрывающим тегом. Обработка того тега break, который бы не стали делать, делается по аналогии с тем, что уже работали. вам нужно перегрузить еще какой-нибудь метод, либо попытаться все теги bare просто убрать, заменив их на переносы строк. Это тоже такой вариант. Можете как по текстовому файлу, да? Ну, вы идете не совсем как по текстовому файлу, вы идете как по дереву, вот, то есть HTML конвертируется в некоторую древовидную структуру, и внутри этой древовидной структуры вы идете. Чем он конвертируется? Логика, которая реализована в HTML-парсер, вам ее не нужно никак реализовать. Вам смотрите, именно чтобы распарсить страничку, вам ничего писать не надо, то есть она сама конвертируется в древовидный формат. Вам нужно реализовать только логику, соответствующую, ну, там, что вам нужно сделать, когда вы встретили некоторый тег. А вот эту библиотеку умеет выводить путь в дереве до данного значения? По-моему, нет, она не такая умная. Для этого есть другие библиотеки, в частности библиотечка AlexML, к которой мы пойдем дальше. если ни у кого нет вопросов, у меня осталось вопросов по тому, как работает HTML parse. Да, узел у вас это тег, ну, открывающий и закрывающий. вы пропускаете в методе handleData. Здесь я, ой, простите, не handleData, а handleStartTag. Вот здесь у меня на вход в функцию приходят два аргумента, тег и атрибуты тега. здесь я проверяю, что тег равен какому-то конкретному значению, меня интересует такой тег, такой тег и такой тег. Если они остальные меня интересуют, я просто в этой функции ничего не делаю. По сути, внутри функции handleStartTag вы просто устанавливаете некоторый атрибут статус, который вам говорит о том, в каком месте вы находитесь. А потом по этому статусу вы выбираете ту логику, как вы хотите извлечь данные. А, так, handleStartTag и дата это перегруженные? Да, это перегруженные методы. Мы отнаследовались от HTML парсера. А словами, которые возвращаются там, получается, первый это статус и ключ это статус и да, я заполнял так, что ключ это статус, а handleData это, соответственно, то, что я извлек, это, соответственно, значение в словарике. Вот. Если больше нет вопросов, то давайте поедем дальше. Я очень сильно надеюсь, что никому из вас никогда в жизни не придется это писать. Но если вдруг придется, то имейте в виду, как это можно сделать. Потому что это один из самых быстрых способов, как можно на питоне парсить странички. Второе это библиотека LXML. Вообще, она была придумана для того, чтобы разбирать XML файлы, но в целом она подойдет и для разбора HTML файлов, потому что как XML, так и HTML это файлы, имеющие древовидную структуру. Зачитаю свой HTML-код в некоторое дерево и дальше с этим деревом буду работать. Так как XML или HTML имеют древовидную структуру, вы всегда можете указать путь какой-то конкретный, по которому вы хотите получить некоторый элемент. Этот путь называется XPath. Существуют способы получения этого пути не только с помощью XPath, но и с помощью CSS-селектора. CSS-селектора соответственно используют CSS, то есть файли, которые отвечают за стили в HTML-страничке, по нему тоже можно получать элементы. XML из коробки не поддерживает CSS-селектора, для этого нужно доставить для него специальный модуль, доставить его можно с помощью следующей команды. Давайте вернемся к... А все-таки есть способ автоматического получения пути? Я ввожу к гайде фортер и не выводит подряд для футбола. я, если честно, вот в XML-е такого способа не знаю, хотя... вот тут мы показали путь, мы руками там подзеленный исходный код... Да, я руками посмотрел у нас... Да, но это не весь путь, он как бы сжат коротким лаконичным способом. По-моему, ну вот насчет XML-е точно не могу сказать, есть ли там метод для поиска по тексту. Другой библиотеки в битве FullSop, который мы сегодня рассмотрим, там это точно есть, но, по-моему, у меня тоже нет примера, когда можно искать чисто по тексту. Но такая возможность в битве FullSop точно есть. Задачу мы будем решать всю ту же самую, извлекать все те же самые поля. Как это делать? Нужно понять, где находится наш элемент. Для этого я буду использовать просмотр кода. Чтобы получить XPath, необязательно писать его руками и детально изучать, как устроена ваша HTML-страничка, достаточно получить его из браузера. вы щелкните правую мышу, выбираете копии и говорите, что вы хотите получить. Здесь вы говорите, хочу получить XPath. Соответственно, этот вариант вам вернет более-менее сжатый вариант XPath. Copy Full XPath вернет вам полный и абсолютный путь внутри этого дерева. Обычно то, что вам возвращает браузер, это не самый оптимальный способ, но какой-нибудь такой, наиболее приближенный к оптимальному. Все, что я указывал здесь, я дополнял как-то руками. Красненько расскажу, как работает XPath, просто чтобы вы представляли, что тут вообще происходит. здесь я говорю, что внутри всего дерева мне нужно найти тег, который равен span. Внутри этого тега, среди всех тегов span мне нужно отобрать только те, у которых есть атрибут класс. Причем атрибут класс должен равняться следующему значению. По умолчанию XPath вам возвращает всевозможные пути, то есть вам возвращает некоторый список, поэтому здесь я обращаюсь к нулевому элементу. Чтобы получить текст, который находится между тегов, вам нужно обратиться к атрибуту текст. Давайте извлечем заголовок, имя фильма, оригинальное название фильма и извлечем рейтинг. Для извлечения рейтинга я использую CSS selector. Для CSS selector все то же самое. Вы просто в браузере говорите, что вы хотите получить CSS selector, копия selector. Chrome не очень хорошо выбирает CSS selector, поэтому лучше использовать какой-нибудь другой браузер, например, Firefox. Firefox гораздо лучше умеет выбирать CSS selector. Да. на данном мусоре тот класс, который дает гости? Да. Слегни же может быть несколько фиктов. Что еще раз? Слегни же может быть несколько фиктов. Может быть. Ну вот здесь он мне тоже возвращает как бы несколько объектов. Узел. Да. А это там под дерево? Если его под дерево, то, соответственно, возвращает под дерево. А текст это будет? Текст, который находится внутри тега, то есть не углубляясь в под дерево. Вот в XML работает именно так. То есть если вы хотите получить весь текст, который у вас имеется внутри тега с учетом внутренних под деревьев, то нужно использовать что-то другое. Что-то другое, кажется, я про это должен буду сегодня рассказать. Давайте теперь распарсим длительность фильма, чтобы, во-первых, нужно понять, где она находится. Алгоритм абсолютно такой же. идем сюда, щелкаем правой кнопкой мыши, смотрим, где элемент находится, щелкаем по элементу, копируем XPath или CSS Selector. Получили CSS Selector, который выглядит следующим образом. Давайте напечатаем и как раз про то, что сейчас спрашивали, что атрибут текст возвращает мне только тот текст, который находится внутри тега. Причем он даже не учитывает текст, который находится после какого-то другого тега. То есть 02.41 по-прежнему находится внутри тега т.д., но он идет после тега span, и мы его не можем получить. Что для этого нужно сделать? Для этого есть метод iterText, который позволяет проитерироваться по всем текстам, включая поддерево. С помощью этого метода вы можете, например, получить список всех текстов, которые у вас сохранены внутри поддерево. Здесь соответственно вот этот текст, слэш и вот этот текст. На самом деле можно не делать вот что-то типа такого, а засунуть получение текста в xpath. Вы просто говорите, что вы хотите получить текст. И здесь касая черта, это текст между тегами span. вот. В случае iter.txt мы ее получаем, в случае css с помощью xpath мы ее не получаем. Да. Соответственно, давайте воспользуемся вторым методом, последним методом для получения текста. я хочу получить только вот это значение и дальше убрать лишний пробел в начале и в конце. Убираю пробелы, получаю нужный мне результат. Время фильм, длительность фильма 2 часа 41 минут. Понятно эта часть? Окей, давайте тогда поедем дальше. Будем теперь извлекать страны, где был снят фильм. Страны мы будем извлекать так же, как и до этого, то есть с использованием вот этих флагов сбоку. Напомню, что они хранятся внутри тега div, внутри тега div есть еще теги div, и внутри вот этих наложенных тегов div есть атрибут title, из которого можно получить название страны, где был снят фильм. То есть это уже не между тегами, а внутри? Да, это уже внутри тега. Во-первых, обратим внимание на атрибут класс вот для внешнего поддерева. Он состоит из двух частей movie flags и второй тег. Второе значение. Соответственно, если я укажу только одно значение, то он меня просто не найдет такого элемента. Нужно указывать полное значение атрибута, как вот здесь, ниже, то есть первое значение и второе значение через провел. XPath позволяет учитывать только одно значение из атрибутов. Для этого вам нужно использовать contains, но насколько я понимаю, contains просто проверяет наличие одной подстроки в другой строке. Соответственно, здесь у меня уже что-то нашлось. Можно продолжить накручивать XPath. Для этого после элемента, который я получил, я хочу сказать, что я хочу получить внутри этого поддерева все элементы, которые имеют tag div. Здесь я указываю, что я получаю tag div, вызываю и получаю те три элемента, которые нужны. Если вы здесь пройдите, то как изменится синего? Вот здесь? Я не очень уверен, я небольшой специалист в XPath. кажется, нужно указать что-то типа такого, но я не уверен, что это будет работать. Не заработало. Но такая возможность точно есть, я просто, к сожалению, не знаю, как она. Да, да, да. Чем-то напоминает регулярки. можно получать атрибуты непосредственно из средств библиотеки LXML, то есть получить из того объекта, который она нам вернула. Давайте рассмотрим такой вариант. Я по-прежнему получаю все три элемента, а дальше у каждого элемента мне нужно получить атрибут. Получить атрибут можно с помощью атрибута trip и указав тот атрибут, который вы хотите получить. Вызовем, получаем нужные нам атрибуты. Атрибуты можно получать с помощью X-Path. Для этого нужно указать, какой атрибут вы хотите получить. После последнего слыша, я говорю, что я хочу получить атрибут и говорю, какой атрибут я хочу получить. Давайте вызовем и убедимся, что получили такой же результат. в целом X-Path это очень мощный инструмент, но если вы не владеете им в совершенстве, как я, то можете пользоваться тем, что вам предоставляет библиотека AlexML, то есть получение атрибутов или явная итерация по поддеревьям. Давайте теперь еще распарсим описание фильма. Напомню, что в описании фильма были проблемы с тем, что был тег BR переноса строки. Давайте вызовем и увидим, что внутри тега у нас по-прежнему есть теги для переноса строки BR. При получении атрибута текст, соответственно, нам возвращается все до первого атрибута, до первого тега BR. Помимо этого, внутри есть еще какие-то вот такие странные символы. Это широкие, так называемые широкие пробелы. Они используются в вверстке для того, чтобы текст выглядел наиболее привлекательным образом, чтобы он у равномерно распределялся по страничке. Я все-таки хочу получить весь текст. Для этого я буду пользоваться методом intertext, для того, чтобы получить весь текст, который находится внутри тега div. Я буду использовать регулярки. Регулярка здесь следующая. Я хочу заменить все пробелы, неважно какого они типа, на просто обычный пробел. дальше я получу, напомню, что метод itertext, если привести его к списку, вернет мне два элемента. Давайте вот это добавим. он мне вернет два элемента, поэтому эти два элемента мне хотелось бы как-то объединить. Объединить я их могу с помощью переноса строки, просто вызов у строки метод join. Давайте вызовем и убедимся, что все работает. понятно, работает с библиотекой LXML, понятно, в чем ее плюс. Если кто-то не понял, то основной плюс библиотеки LXML, во-первых, что она очень быстрая, а во-вторых, что она поддерживает XPath. XPath вам позволяет задать точный путь, ну, либо регулярку пути, по которому вы хотите получить элемент. За счет использования этих регулярок или за счет использования полного пути в дерево, вы очень легко можете получить каждый элемент под дерево. Если вопросов нет, то давайте сделать... Да. Что с HB делает, хотелось бы, там выше отличие вот... Вот здесь slashdiv вот верхнего вот этого вот вот здесь slashdiv получает... Мы сначала, смотрите, получаем вот этот тег. Давайте его напечатаем. Где-то тут была функция для печати. давайте вот это обозначим zlm in так добавить нулевой печатаем элемент и видим, что это поддерево, внутри этого поддерево есть еще узлы с div соответственно когда я ставлю slashdiv я говорю, что сразу внутри вот этого элемента, который я нашел, мне нужно взять атрибут div элемент с тегом div если он существует прямо внутри этого поддерево то есть глубже чем на один уровень он не пойдет если вы хотите пойти глубже то вам нужно поставить соответственно две черты верхний берет целиком весь блок да это как бы получается его разбивает по да он получает из того чтобы из тех элементов что вы нашли из них извлекает внутренние элементы с тегом div теперь поговорим дальше про следующую библиотеку которая нам позволяет парсить странички есть очень крутая библиотека beautiful soap она на мой взгляд гораздо удобнее чем alixml для начинающих но она работает медленнее чем alixml это вам нужно учитывать давайте перейдем к ней как она работает вы сначала импортируете класс beautiful soap и в beautiful soap скармливаете ваш html строчку можно указать парсер который вы хотите использовать можно указать html парсер тогда вы будете использовать встроенный питоновский html парсер можно указать alixml тогда внутри будет работать библиотечка alixml и парсинг страничек будет побыстрее будем продолжать собирать всю ту же информацию которую собирали до этого давайте напомню где у нас находился имя фильма имя фильма у нас находится в теге span и имеет атрибут класс атрибут класс должен иметь следующее значение в beautiful soap мы прямо так и говорим найди нам такой тег у которого есть атрибут класс равный вот такому то значению причем в отличие от alixml вы можете указать только одно значение атрибута то есть здесь у меня стоит у меня составной атрибут он имеет значение movie name и flip this соответственно я беру только по movie name чтобы получить текст мне нужно обратиться к атрибуту текст давайте повторим все еще разок но для оригинального названия фильма оригинальное название фильма у нас находится в теге span с атрибутом класс у которого есть значение alternative headline также у него есть атрибут item prop который также равен alternative headline здесь мы то же самое и делаем говорим суп найди нам элемент с тегом spam и атрибутом item prop который равен следующему значению из полученного тега извлеки текст давайте повторим еще раз но для стран страны страны у нас находят имеют тег ddiv и класс movie info flag мы получаем все такие элементы говорим суп найди все такие элементы которые имеют тег div и имеют класс flag дальше из каждого такого элемента нам нужно получить атрибут атрибут нам нужен title поэтому мы обращаемся к атрибутам и говорим что мне нужен атрибут title для времени я повторять еще раз не буду тут все то же самое просто с использованием регулярок есть поддержка css селекторов для этого вам нужно сказать select one и указать имя css селектора давайте вызовем и получили все то же самое что и получали для этого давайте пойдем дальше и будем получать описание описание у нас находится в теге div с атрибутом item prop который равен description вызовем получили тег здесь все проблемы те же самые есть широкие пробелы но в отличие от eliximl мы здесь видим что никак не присутствует тег br он просто отсутствует соответственно если бы у вас здесь были внутри какие-то вложенные теги имеющие текст то текст из этих вложенных тегов тоже был бы получен что нужно сделать я хотел бы сохранить переносы строк для этого мне нужно убрать теги br и заменить их на переносы строк для этого можно сделать следующее в описании я ищу все теги br и заменяю элементы которые были с этим тегом на перенос строки find all вам возвращает список тегов список поддеревьев то есть он находит поддерево ну в данном случае с тегом br удаляет его и просто меняет на подстроку услышим как он понимает где replace with просто выкидывать тег заменяет его на что-то другое то есть это может быть тег например desk это вот этот объект который я получил вложен вот этот давайте посмотрим но это не строка это просто так работает метод стр для desk а так desk выглядит следующим образом да метод find all да и есть атрибут текст по которому мы получаем текст в br соответственно тоже тег print type br тоже тег он просто выкидывает тег и заменяет его на что-то другое например можно заменить на просто текст убираем все эти теги br и заменяем их на переносы строк вот стало похоже на то что нам нужно ну и была еще проблема с тем что здесь были широкие пробелы широкие пробелы заменяем с помощью регулярок на обычные пробелы получив просто текст сохраняем описание все здорово здесь на самом деле есть одна проблема мы потеряли слышен который так за которым мы так боролись но в целом если подобрать чуть более умную регулярку то можно ставить слышен ну да что типа сначала применяем одну регулярку регулярка вот в таком формате она возвращает вам текст то есть новый объект изменен да новую строку давайте теперь пойдем дальше извлечем таблицу какую таблицу хотим извлечь хотим извлечь вот эту большую таблицу с информацией о фильме как понять что это таблица ну давайте посмотрим код и увидим что это тег типа table соответственно внутри этой таблицы находятся строки и столбцы этой таблицы здесь как бы все то же самое таблица у нас находится в теге table и у которой есть атрибут класс равный значению info чтобы получить все строчки мне нужно получить все теги tr давайте убедимся в этом вот у нас строчка соответственно здесь это заголовок здесь страна и так далее соответственно здесь у нас время ну и все все что нам нужно давайте вызовем получаем rose rose это список тегов просто здесь вызывается метод stir который для beautiful soap переопределен следующим образом чтобы он рисовал вам дерево удалим ячейку теперь из каждой строки нам нужно получить каждый столбец чтобы получить столбец нужно найти все теги типа td находим все такие теги извлекаем из них текст ну и получаем одну строчку делаем так для каждой строки и засовываем все это в пандасовский data frame получаем результат какие есть минусы ну вот есть типа перенос строки слышим есть еще вот это что-то странное похожее на javascript еще вот здесь javascript еще переносы строк короче выглядит не очень давайте с этим бороться начнем с простого с убирания переносов строки как с этим бороться мы уже знаем используем регулярки заменяем все пробелы на обычные пробелы и удаляем пробелы в начале и в конце вот уже стало получше но остался вот такой текст который похож на javascript как удалить javascript javascript засовывается в html в тег script соответственно вам нужно найти все такие теги и заменить их просто пустой строкой а потом провернуть все то же самое удаляем и о чудо у нас больше нету javascript остались только корректные значения в целом вот это что-то непонятное но по-моему на ctml страничке было так же что-то да вот что-то типа такого это не самый удобный вариант константин вам уже рассказывал про возможности пандас в частности говорил что можно с помощью него извлекать таблицы из разных форматов в частности можно извлечь табличку из html для этого вам нужно вызвать метод read html и передать строку здесь я явно передаю html код соответствующие таблички получаю все то же самое но если бы я не удалил javascript код у меня табличка была бы вот такая же как бы здесь была сверху с учетом javascript кода то есть pandas конечно классный но не такой классный он не умеет сам убирать javascript да да скрипт это не итератор скрипт это все тот же объект тег я уже удалил почему что еще раз вот это да смотрите мы roll это список тегов вот элементов под деревьев которые тег beautiful soap внутри тега мы находим все подтеги типа скрипт скрипт это тоже тег скрипт вот этот тег который мы получили мы его просто заменяем на пустую строчку я понимаю что у вас диссонанс что типа скрипт это кажется новый объект и типа как его мы типа меняем я полагаю что он просто берет содержимое которое в нем внутри находится и текстово делает одну подстановку на другую то есть он использует тот общий html код распашенный по деревьям просто ну в формате текстов то есть вы находите скрипт то что внутри себя хранит скрипт под строчку заменяете на пустую строчку и выходите потом когда вы итерируетесь второй раз он видимо перестраивает html разметку еще разок и соответственно не находит элементов скрипт но я не очень уверен что это так работает это достаточно такая тонкость просто если вам нужно залить элементы то можно делать вот так давайте еще продемонстрируем работу beautiful soap получим списки актеров списки актеров у нас находится вот здесь справа в теге div и альдишник должен быть actor list собственно здесь мы это делаем мы находим список актеров то есть тег div с атрибутом id равный actor list внутри него мы находим другое все теги ul если мы вернемся в html то мы увидим что здесь две части одна один список ul соответствующим оригинальным актерам а второй список ul соответствующий актерам дубляжа поэтому find all нам вернет список из двух элементов здесь у нас применяется распаковка в actors попадет тег соответствующий актерам в фильме а actors dub соответственно тег соответствующий актерам дубляжа ну и получим все имена актеров для этого нам нужно по полученным по внутри тега проитерироваться по всем тегам находящимся внутри для этого можно обратиться к атрибуту children и получить все теги которые находятся внутри данного тега в общем случае children возвращает что-то еще помимо тегов beautiful soap поэтому я добавляю сюда проверку что у того что я получил должен быть атрибут текст если у объекта который по которому я итерируюсь есть объект атрибут текст значит я могу получить текстовое описание данного атрибута ну и еще я хочу пропускать вот такое значение значение которое соответствует остальным спискам продолжение списка актеров давайте вызовем и убедимся что все работает аналогично для актеров дубляжа что нет текст это атрибут объекта тега beautiful soap то есть текст вам атрибут текст объекта тег beautiful soap возвращает весь текст который находится внутри тега в html а что еще там в тег обычно есть еще какие-то другие вложенные атрибуты но в этом примере кажется там нет никаких вложенных атрибутов в смысле тегов да здесь вот просто один тег и все ну вернее здесь еще вложенный внутри diva есть вложенный тег ссылка но в beautiful soap атрибут текст возвращает весь текст с учетом под деревьев текст вот это то что находится между открывающим и закрывающим тегом и то что не является тегом и давайте еще последний пример с beautiful soap обкачаем картинки скачали страничку давайте посмотрим как она выглядит выглядит она следующим образом похоже на табличку и в целом да это и есть табличка table я хочу получить ссылки на картинке ссылки у меня находятся в теге as который имеет атрибут href создам объект beautiful soap дальше что делаю мне нужно найти нужную табличку нужны нужность таблички обеспечиваю тем что указываю какого она типа класс я еще не сказал find возвращает вам первый тег который удовлетворяет условия если вы хотите получить все теги удовлетворяющему условию то нужно вызывать метод find all так вот find вам возвращает первую табличку которая удовлетворяет нужному вам условию я так задал что это та табличка которая нам нужна дальше внутри я хочу найти все теги image и внутри тегов image я хочу получить атрибут источник source давайте посмотрим на картинке вот у меня есть картинка которая является тегом image и имеет атрибут source давайте вызовем получим нужный нам результат понятно как пользуется библиотека beautiful soap она гораздо проще чем alixml но медленнее поэтому если вы хотите что-то быстро запрограммировать то вам нужно использовать beautiful soap скорее всего если ну если вы хорошо владеете экспантами то соответственно лучше использовать библиотечку alixml окей если вопросов нет то давайте пойдем дальше сейчас будет та часть в которой мы поговорим с вами о том как правильно общаться с сайтами поговорим начнем с заголовков и обсудим для чего они могут быть нужны вот есть сайтик dafont это сайт который содержит в себе базу шрифтов давайте попробуем к нему обратиться get-запросом и посмотреть что он нам вернет обращаемся и видим что то что он нам вернул он нам вернул пустое тело а это нас явно не устраивает методом проб и ошибок можно понять что вам нужно передавать заголовок заголовки можно передавать с помощью аргумента headers вы формируете словарик заголовков и передаете его сюда для подстановки заголовков также можно использовать библиотеки например есть библиотека fake user agent которая вернет вам нужную строчку тот user agent который вы хотите использовать давайте вызовем и видим что нам уже что-то вернулось здорово как мы решили проблему мы сообщили сайту что мы на самом деле браузер он подумал что мы действительно браузер поэтому нам вернул то тело которое мы видели вот вот здесь на сайте через браузер соответственно в случае когда мы не передаем заголовки он такой думает о это не браузер ну тогда ничего передавать не буду ну смотрите заголовок здесь я в заголовке указываю информацию ту которую я хочу передать для этого сайта нужно передать информацию о том какой у меня браузер информация о том какой у меня браузер передается в заголовке в атрибуте user agent если мы ничего не указываем то сайт нам возвращает дулю ничего он говорит ну смотрите когда мы вот здесь в хедер да здесь ничего не передаем соответственно здесь говорим в заголовке что мы браузер понятно для чего нужны заголовки еще был пример с заголовками в самом начале когда я авторизовался в api сервиса в заголовок я засовывал токен он узнавал какой я пользователь узнавал что я у него зарегистрирован и соответственно отдавал мне информацию если вы подставите место токена в заголовок какую-то чепуху он скажет что вы не прошли авторизацию в браузер я кстати вот не уверен ну что вот именно внутри браузера чтобы как-то подставлять туда я не уверен что там есть такой механизм у башовых утилит типа керла точно есть такая возможность вы указываете заголовок формате строки и он отправляет запрос вместе с заголовком давайте пойдем ко второй части второй способ как представиться сайту чем можно представиться это куки куки это специальные файлики которые хранят информацию которую сайт решил вам записать например сайт может записывать вам идентификатор пользователя в своей системе куки сайта может читать только сам сайт например яндекс не может читать куки мэйла соответственно мэйл не может читать куки яндекс можно в браузере посмотреть какие куки вот здесь есть кука по которой вы можете посмотреть свою куку для соответственно портала техносферы который мы сейчас будем смотреть куками если что делиться нельзя потому что по куке сайт определяет что это вы соответственно если вы получите мою куку и перейдете на сайт техносферы то вы зайдете как будто это зашел я соответственно если я получу вашу куку то я зайду на портал техносферы как будто это вы поэтому в том ноутбуке который я вам отправил файлик с кукой он пустой если вы хотите вы можете заполнить своей давайте перейдем на портал и посмотрим что у нас тут есть у нас есть список студентов вашего семестра что мы хотим получить мы хотим получить имя студента его силу рейтинг и его скажем так идентификатор который используется внутри портала техносферы давайте это попробуем сделать без кук я вижу что мне ответило 200 здорово давайте вернемся на портал и посмотрим что у нас вообще это такое все пользователи у нас хранятся в табличке поэтому мне нужно искать табличку давайте искать табличку я еще табличку и вижу что она ее нет давайте вот давайте выведем тейбл нет таблички что произошло оказывается нас перебросил сайт увидел что мы не авторизовались и перебросил на нас на страничку авторизации можно продемонстрировать давайте зайдем в инкогнито и увидим как выглядит эта страничка нам предлагают зайти в режиме инкогнито сайт не узнает что это я в объекте который нам возвращает библиотичка request есть атрибут history по которому можно понять как мы петляли я хочу вызвать посмотреть что был в самом начале я вижу что мне вернулся код 302 это означает что меня редиректнуло то есть я обратился к одному уру он проверил что я не авторизован и перебросил меня на другую уру и это тот уру к которому я обращался давайте проделаем все то же самое с помощью кук куки вы передаете в аргумент куки передаете куку опять 200 здорово работает печатаем уру это тот уру к которому мы обращались и табличка есть ну давайте теперь распарсим получили табличку со всеми студентами с powers рейтинг и с его ником на портале понятно зачем нужны куки это сложный вопрос я не очень представлю как он работает но на пальцах он работает так он вы заходите через браузер сервер запрашивает у вас куку ну то есть вы допустим зашли на мейл мейл запрашивает свой кук если он эту куку находит он ищет этот идентификатор дальше все проверяют когда авторизован ли этот человек или нет видит что у себя ну если кука есть значит человек авторизован значит он автоматически ему проводит авторизацию у кук у некоторых кук есть время жизни если время жизни куки выходит то соответственно сервер может попросить вас залогиниться снова чтобы обновить эту куку это я понял я к тому что может быть другой механизм но всегда сработает как будто я открыл браузер и какие-то поля вбил свои там логин пароль как вот такое сделать когда вы вводите ну типа формочку логин я об этом расскажу чуть-чуть попозже еще вопросы по кукам окей если вопросов по кукам нет давайте пойдем дальше третий механизм который позволяет нам представиться перед сайтами это прокси все наверное уже знают с блокировками телеграме что такое прокси прокси это некоторый сторонний сервер через который вы передаете трафик соответственно вы через этот сервер передаете трафик с этого сервера он передается на тот сервер на который вы хотели зайти и обратно результат вам возвращается зачем нужны прокси прокси нужны для того чтобы например посещать те сайты которые по каким-то причинам могут быть недоступны я буду использовать сервис интернета у яндекса который показывает информацию о моем браузере давайте я вызову и он мне печатает с какого IP я сижу пишет что я сижу с неизвестного браузера потому что я не передал никакой заголовок ну и пишет что у меня джаваскрипт отключен давайте попробуем с этой с этим прокси но я не уверен что будет работать да не работает мне нужно некоторое время чтобы продемонстрировать что это работает давайте поищем какой-нибудь прокси а если что это можно будет потом вырезать этот поиск ну давайте попробуем это вообще если вы выбираете прокси http или https то лучше отдать предпочтение конечно же https потому что он защищенный давайте вот возьмем вот этот https и попробуем вызвать и да я вижу что мой IP адрес поменялся на тот который я указал в прокси при этом яндекс пишет по-прежнему что я сижу с неизвестного браузера сижу я с неизвестного браузера потому что я не передал заголовок давайте передадим заголовок и он мне говорит что я сижу с Safari но все понимают что я сижу не с Safari а с Chrome поэтому в заголовок можно передавать разные комбинации в том числе которые вы хотите в частности здесь я хотел сообщить Яндексу что я пришел с Safari есть вопросы по этой части тут вроде все просто должно быть понятно окей если вопросов нет то давайте пойдем к следующей части к видимо заключительной на сегодня про еще одну библиотеку библиотека Selenium изначально библиотека Selenium была придумана для того чтобы тестировать в автоматическом режиме ваше веб-приложение например вы совершили какой-то сайт и хотите проверить что ваши формочки работают вы хотите заполнять их какими-то абстрактными данными и проверить что авторизация сработала формочка регистрации сработала проверили потом что-то взяли поменяли снова выкатили но перед тем как выкатить в продакшн вы снова хотите автоматизировать проверку вот Selenium это как одно из средств которое вам позволяет это автоматизировать мы будем использовать Selenium не как средство автоматизации тестирования а как средство управления браузером давайте рассмотрим еще один пример на этот раз с сайтом банкиру сайт банкиру выглядит следующим образом я надеюсь сайты банкиру мне простят что я демонстрирую на их сайте банкиру возвращает мне список банкоматов которые банков банкоматов которые у них есть соответственно здесь есть информация о том что это отделение или банкомат или какой-то дополнительный офис есть адрес с номерами телефона есть режим работы плюс если мы еще посмотрим в исходный код то давайте поднимемся повыше видим что есть еще координаты банка или банкомата что тоже может быть вам полезно в некоторых конкурсах например банковских где требуется информация о том где находится банкомат и давайте вызовем отправим запрос get и обратимся к атрибуту div который имеет класс franchlist и посмотрим что здесь у нас как он здесь выглядит здесь мы видим что он явно не пустой то есть здесь внутри какая-то табличка почему так произошло проблема в джаваскрипте когда вы отправляете get запрос на сайт то вам возвращается просто html страничка и джаваскрипт который находится на страничке не выполняется вы просто получаете код джаваскрипта соответственно чтобы выполнить джаваскрипт вам нужен браузер здесь нам и придет на помощь серенеум импортируем веб-дерайвер с лениума и давайте вызовем на примере мэйла я хочу открыть страничку мэйла и подождать 3 секунды да 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 смотрите сейчас она прогрузится у меня открылся firefox открылся сайт mail.ru и подождался 3 секунды и закрылся как вы видели это достаточно долго очень долго поэтому парсить так большие объемы страничек не комильфо нужно придумывать какие-то альтернативные способы но если вам прям позарез нужно то можно вот использовать селенью вы спрашивали про html сейчас секундочку вот здесь я искал branches list я вижу что он не пустой можно посмотреть но это я смотрю посмотреть код который у меня находится отрисовался в браузере да до выполнения javascript он выглядит следующим образом я его ищу и видно что он пустой давайте когда вы переходите на когда у вас сначала подгружается html а потом на html выполняются последовательно все скрипты смотрите в случае селениума у вас он предоставляет доступ только тогда когда страничка будет полностью загружена нет я ничего не делал но смотрите вот я просто перезагружаю страничку и так как сайт сделан достаточно нормально я могу подождать там секунду и он у меня весь javascript прогрузится да я могу нажать еще раз f5 и вот пока крутится вот этот кружочек у меня выполняется javascript как только он закончится да реклазит возвращает до то есть вот эту просто исходный код html странички просто есть две опции посмотреть код страницы и посмотреть код посмотреть код страницы вам возвращает ту html которую хранит в себя браузер до выполнения javascript а соответственно посмотреть код это то что у вас находится сейчас в результате да можно делать здесь такие классные штуки например delete элемент и он у меня пропадает здесь давайте еще раз обновим страничку мы хотим получить следующую информацию хотим получить название банкомата его адрес режим работы и внутри получить еще атрибуты latitude и longitude то есть координаты банка на карте как это делать с помощью selenium у меня есть функция которая открывает url нужный мне и на всякий случай ждет еще некоторое время чтобы страничка ну прям точно прогрузилась потому что в некоторых случаях страничка может прогрузиться не полностью и соответственно когда вы будете обращаться к каким-то элементам вы будете падать с ошибкой есть механизм подтверждения что в selenium нет по-моему нет я не уверен но по-моему нет можно посмотреть документации selenium если там какой-то метод который вам сообщит что страничка прям полностью прогружена здесь все очень похоже на то как мы работаем в beautiful solve мы говорим что я хочу найти все элементы у которых есть атрибут класс и класс равен следующему значению здесь я получаю соответственно все строки в той табличке дальше я итерируюсь по всем строкам и получаю нужны мне элементы как и lxml beautiful solve не умеет разделять классы на несколько частей когда вы получаете атрибут поэтому вам нужно вызвать метод split чтобы разбить по пробелу я пропускаю заголовок и внутри полученного элемента я получаю нужны мне атрибуты получаю что информация о том банкомат это или офис банка вернее имя банка здесь получаю здесь получаю тип то есть банкомат или офис адрес координаты название банка в человеческом формате и еще работает ли он круглосуточно или нет это я проверяю следующим образом что проверяю если строчка круглосуточно в колонке где указано расписание банка ну и еще некоторая другая опция которая приводит к нужному мне формат все результаты я сохраняю в списочек возвращаю в итоге этот списочек и дальше буду с ним работать давайте вызовем это займет длительное время есть драйвер не браузера по-моему он называется фантом или как-то так который не открывает браузер то есть но при этом выполняет java script но поговаривают что он типа не так хорошо работает как настоящий браузер то есть java script не всегда может выполниться у нас отработало и давайте приведем к табличке и видим все что мы хотели тип офис или банкомат что это отделение или нет адрес координаты название банка и работает ли он 24 часа понятно как работает selenium все то же самое как в beautiful soap но просто в рамках браузера теперь давайте обсудим а как эту задачу можно решить по-умному ведь когда мы открываем браузер у нас загружается страничка выполняется java script java script откуда это берет данные которые нам отрисовывают наверное он обращается к какому-нибудь сервису который ему эти данные отдает как это понять давайте пойдем сюда и здесь нам снова понадобится режим разработчика но на этот раз не это а network во вкладке network вы можете отслеживать все соединения которые у вас происходят при загрузке странички давайте я перезагружу страничку вот я даже двигаю мышкой и видно что что-то идет выполняется какой-то java script код давайте выполним еще раз обновим и видим что вот тут пошло что-то грузится картинки еще что-то исполняется java script код еще что-то я уже заранее знаю так как я для вас подготовил этот пример но метод как найти это методом пристального взгляда вам нужно найти некоторое API которым обращается сайт слишком много всего я откачусь вот пример давайте вернемся возвращайся пожалуйста здесь мы видим к какому API мы обращаемся видим с какими заголовками мы обращаемся какие заголовки нам пришли с какими заголовками мы обратились видим с какими что нам вернулось можно посмотреть с какими атрибутами с какими параметрами мы обращались я видимо мы обращались с какими-то этими параметрами давайте я попробую найти другой API например вот это давайте прокрутимся вниз и вот это кажется то что нужно здесь мы что мы видим мы видим метод то есть тот путь которому нам нужно обратиться к API и видим с какими параметрами нам нужно обратиться указание региона скорее всего это тот регион который я выбрал то есть город Люберцы и дальше что мне нужно показывать шоу на банке насколько я помню это нужно говорит эта информация говорит нам о том что я хочу получать какие офисы были какие банкоматы и по-моему дополнительные офисы я честно говоря не помню но методом эмпирическим методом можно понять что за что здесь отвечает каждый атрибут каждый параметр внутренней публично документации нет конечно нет имя тип а ладно ну вы можете поискать но скорее всего вы документации не найдете здесь просто API незащищенная поэтому к нему может обращаться кто захочет можно сделать API защищенным например чтобы в заголовке пробрасывалась какая-то дополнительная информация либо генерировался некоторый токен и сайт проверял что к нему зашли действительно с браузера то есть пользователь или его обкачивает ну например генерации взять какой-нибудь заголовок хотя мы умеем подставлять заголовки но в целом в целом существуют методы защищенного API я к сожалению не очень эксперт в этом поэтому я не могу ответить на этот вопрос но кажется существуют способы как сделать свой API защищенную собственно здесь мы это и будем делать обращаться к вот этому API здесь я говорю какие параметры я передаю говорю какому методу я обращаюсь и другие параметры еще можно было посмотреть какой запрос отсылается я прочитал что отправляется запрос пост значит мне тоже нужно отправлять запрос пост давайте отправим и за раз я обкачал вот прошло 3 секунды я получил информацию о тысяче банков и банкоматов это гораздо быстрее чем когда я обкачивал селениум давайте посмотрим табличку и видим все что мы здесь получили регион где расположен банк или банкомат его координаты айдишник банка головной офис это или не головной внутренний айдишник банка офис это или банкомат адрес ну короче почти все что нам нужно поэтому в некоторых случаях полезно включить голову и как бы провести свою исследовательскую жилку залезть в консольку браузера и посмотреть а что вообще там внутри происходит куда идут запросы какие на них получаются ответы и возможно это использовать в своих конечно же благих целях что вот здесь когда я отправился запрос можно посмотреть что это за тип запроса вот сам вверху написано что request method post это в хроме в других браузерах примерно так же должно быть и давайте заключительная часть про selenium что он еще умеет selenium работает с браузером поэтому здесь можно делать все то же самое что вы делали бы вы просто с обычным браузером то есть кликать скролить страничку делать что-то еще давайте рассмотрим пример я открываю браузер на страничке с одним из исполнителям которые есть на яндекс.музыке дальше я хочу получить некоторый его альбом дальше хочу открыть этот альбом и воспроизвести некоторый трек не будем подробно обсуждать что здесь происходит все это можно посмотреть в документации почти все что нужно мы уже рассмотрели до этого отметим лишь только то что так как мы открываем браузер и браузер умеет работать с javascript можно выполнять свой собственный javascript в частности здесь я использую javascript для того чтобы прокрутить страничку браузера ну и да можно кликать вот есть метод клик который кликает по элементам давайте вызовем и посмотрим что происходит открывается браузер ждет пока прогрузится всегда возможна ситуация что с первого раза не заработает но пока пока что работает все параметры подобраны эмпирическим образом да я сказал сколько мне нужно прокручивать в пикселях можно можно указать до того элемента до которого вы хотите прокрутиться но это не всегда хорошо работает с пикселями это еще куда более плохое решение вот но лучше конечно прокручиваться до элемент если кто-то пропустил то страничка открылась и понажимались кнопочки и я запустил четвертый трек из того альбома здесь я вывел какой трек у меня запустился и указал номер трека в альбоме который запускался если вы надеетесь что таким образом вы можете обкачивать какой-нибудь хороший сайт типа яндекса то вы глубоко ошибаетесь яндекс вас быстро спалит и забанят поэтому можно попробовать какие-нибудь другие альтернативные методы например все то что мы обсуждали до этого например прокси подмена заголовков попробовать подставлять куки но скорее всего вас тоже быстро забанят для обкачки таких серьезных сайтов обычно придумывают что-то более специализированное какое-то по которое способно повторять деятельность человека окей последняя часть по selenium selenium это инструмент тестирования поэтому давайте продемонстрируем как можно генерировать код с помощью selenium если вы не хотите писать его самостоятельно мне потребуется включить расширение расширение называется каталон оно выключено потому что оно потребляет очень много ресурсов и это не здорово давайте попробуем на примере мэйла будем искать в нашем поиске включаем каталон здесь каталон это еще раз удобное средство для автоматизации тестирования соответственно здесь сделано все для того чтобы создавать тесты соответственно есть набор тестов внутри этого набора тестов я хочу давать какой-нибудь тест дальше что я делаю я говорю я хочу записать этот тест перехожу сюда и ввожу какой-нибудь текст например по-русски кто такой филантроп вот то что я сейчас использовал саджест это кажется не самая хорошая вещь потому что все-таки вот это расширение каталона достаточно ограниченное и не умеет делать всех действий но я надеюсь что сейчас оно сработает перешли по саджесту можно прокрутить вниз ну и перейти например на википедию давайте вернемся сюда и остановим тест давайте попробуем его воспроизвести здесь мы видим что как раз я кликаю дальше что-то ввожу потом нажимаю какую-то клавишу потом новый какой-то запрос потому что я выбрал саджест и дальше клики в те элементы которые находятся на страничке давайте попробуем воспроизвести плюс-минус работает как бы расширение вам только может помочь в автоматизации конечно же вам нужно сделать что-то дополнительно ставить какие-то дополнительные слепы которые соответствуют тому что все-таки работает человек что он не сразу подставил какой-то текст и сразу выполнил ну пошел искать в чем еще прелесть можно импортировать код я честно говоря сейчас не помню как это сделать вот кажется есть клавиша экспорт и можно выбрать тот язык на котором вы хотите например я хочу использовать пальцев второй и здесь вот как раз есть код который это все проделывает то есть находит элемент кликает вводит текст нажимает клавиши кликает по конкретным элементам и так далее пальцем соel скажи с кнопкой hacking Продолжение следует...